Друзья, всем привет! Меня зовут Константин, мой коллега Артем. Мы работаем в компании Clear Data, Data Scientist, и занимаемся проектами в области машинного обучения и больших данных. Мы хотели бы рассказать в этом докладе про один из проектов, который мы делали не так давно, ну и продолжаем делать, вместе с компанией, с заказчиком, которая занимается продажей железнодорожных и авиабилетов. Имен мы не называем, поскольку проект еще не завершен, но, тем не менее, мы можем рассказать о каких-то подходах, которые мы попробовали и что из этого получилось. Задача ставилась достаточно просто. Необходимо было сделать рекомендательный сервис, который рекомендовал бы пассажирам какие-то интересные направления, предлагал им какие-то новые билеты. Вообще, достаточно легко представить себе успешную рекомендательную систему на примере Amazon, Netflix или TripAdvisor, где большое количество пользователей, большое количество товаров, все хорошо работает, но на практике потребность в рекомендательных системах намного-намного шире, и сейчас рекомендации вполне успешно заходят в те бизнес-области, которые всегда являлись не очень типичными для них. То есть это может быть финансовый бизнес, страхование, сфера услуг, ну или, как в нашем примере, сфера продажи билетов. В качестве основного канала для оптимизации у нас использовались e-mail рассылки. Необходимо было увеличить конверсию просмотров в покупку. Что нужно было рекомендовать? Нужно было, во-первых, выбрать направление, куда рекомендовать, и, во-вторых, необходимо было определить оптимальное время отправки рекламного письма, для того чтобы максимизировать вероятность отклика. С чем, с какими сложностями мы столкнулись, когда приступили к задаче? Ну, во-первых, первая особенность задачи в том, что у нас товар по сути один. Если сравнивать с какими-то крупными интернет-магазинами, где товаров много, у нас товар – это билет. Он может отличаться какими-то своими характеристиками, то есть откуда, куда, когда, по какой цене, какой класс обслуживания, какие-то дополнительные услуги, но, тем не менее, товар по сути один. Вторая особенность – это то, что у нас отсутствует эксплисит оценки. Мы не можем оценить в явном виде интерес пользователя, поэтому мы вынуждены его оценивать по каким-то косвенным признакам, смотреть, куда он ходил на сайте, что покупал, что искал и так далее. Следующая особенность в том, что товар достаточно дорогой, и он не является развлекательным. То есть у нас покупки редко, когда бывают импульсивными. В основном мы заранее выбираем направление, куда хотим полететь или поехать, заходим на сайт, покупаем билет. Понятно, что существует некий класс пользователей, которые делают это все-таки импульсивно, заранее не знают, смотрят, какие есть варианты, и по ходу уже что-то решают. Но, тем не менее, можно предположить, что процент таких людей не очень большой. Ну и четвертая особенность, то, что все товары заранее достаточно хорошо известны. Если сравнить с каким-нибудь Netflix, где клиент никогда в жизни не будет знать про все 20 миллионов фильмов, то в нашем случае страны и города, они, как правило, хорошо известны. Поэтому акцент в рекомендации системы у нас в нашем случае смещается больше с информирования пользователя в сторону какой-то его мотивации в совершении целевого действия. То есть нам нужно, чтобы клиент купил продукт, купил наш билет. Перед тем, как приступать к рекомендациям, мы решили посмотреть на данные, сделали небольшой предварительный анализ данных. На следующих слайдах несколько интересных вещей, которые нашли. Во-первых, мы посмотрели на среднюю продолжительность поездки. И здесь наблюдается явная прямая зависимость. Чем дальше расстояние до страны прибытия, тем на больший срок туда летает. То есть если в России поездки в среднем, они там на 5 дней, то куда-нибудь в Австралию, это будет уже на месяц. Смотрели мы по билетам туда-обратно, то есть по которым можем определить, когда клиент возвращается. Вторая особенность, мы заметили, что направление хорошо делится на две категории, это сезонный и несезонный. Ну здесь подсезонность имеется в виду, что летом мы чаще ездим на пляж, а зимой, соответственно, куда-нибудь в горы. Ну и есть все сезонные направления, типа Питера, куда спрос, в принципе, круглый год. На картинке представлена иллюстрация этого, с зелеными точками помечены города, куда более-менее спрос одинаковый в течение всего года. Красными, наоборот, те, которые актуальны только в какой-то конкретный сезон. Но здесь видно, что пляжные направления, они, как правило, красные. Дальше мы решили посмотреть по целям поездки, вообще, в принципе, зачем люди ездят. И выделили три таких больших группы. Первая – это командировки, вторая группа – это в гости к друзьям или родственникам, и третья группа – это, соответственно, на отдых или в отпуск. И хорошо видно, что если мы возьмем, например, какой-нибудь атрибут типа длительности поездки, то все эти три группы, они очень хорошо разделяются. Если в бизнес летают в основном на короткие промежутки времени, меньше, чем на пять дней, то в отпуск это уже будет больше десяти дней. И совершенно аналогичная картина, если посмотреть заблаговременность бронирования билетов. То же самое по бизнесу обычно покупают дней за десять, а если взять отпуск, то его планируют где-то за месяц. Также было интересно посмотреть по дням вылета, построить распределение в зависимости от типа поездки. Здесь тоже, в общем, все логично. То есть командировки обычно летают больше в течение недели, и в гости летают ближе к выходным. Дальше, перед тем, как заниматься рекомендацией направлений, мы решили посмотреть оптимальное время для показа рекомендаций. Артем. Итак, решают задачу поиска оптимального времени для рассылок, типично, когда занимаются рассылками, что очевидно. Чаще всего используют статистический подход. Выбирают день, когда чаще всего аудитория откликается на рассылку, выбирают час, когда чаще всего аудитория откликается на рассылку, и бомбардируют их ковровой бомбардировкой именно в это время. Но современные технологии уже позволяют более персонализированно подходить к людям и назначать конкретное время рассылки, пусть это какая-то определенная рассылка для каждого человека. И мы попробовали сделать упражнение в этом направлении. Если посмотреть на распределение открытий писем рассылки, мы увидим три пика, что вполне очевидно, потому что люди читают письма утром, в обед и вечером после работы. И, естественно, это не является открытием ни для нас, ни для тех людей, которые делали рассылки раньше и примерно так же рассылки и организовали. И другой феномен, который мы обнаружили, это то, что люди открывают рассылки, когда им их пошлют. То есть большинство писем открывается в короткий период времени после их получения. Соответственно, когда людям не пошлешь рассылку, они их с высокой вероятностью откроют. А это связано с тем, что у нас очень сильная привязка к времени отправки сообщений. Чтобы побороть эту привязку, мы сделали следующее. Мы попробовали использовать только те открытия, которые были сделаны спустя 24 часа после рассылки. То есть когда человек открыл письмо, уже явно комфортное для него время. Соответственно, для каждого человека мы можем сэмплировать из этих окон открытий и сделать разметку обучающей выборки. Нагенерить признаков и обучить алгоритм классификации. После этого размечаем всех клиентов. Когда для каждого клиента мы находим окно, когда он обычно читает письма, уже в рамках этого окна можно легко, хотя бы в среднем найти, прям конкретное время, когда ему лучше всего посылать письмо. И мы получили как раз распределение, которое находится справа. Это рекомендованное время отправки для получателей рассылки. А время, когда рассылки отправлялись, приведено слева. То есть видно, что связь есть, нечто похожее наблюдается. Ну, конечно, потому что они на общих принципах основаны. Но, тем не менее, они не тождественны, потому что пик, например, утром в оригинальной рассылке, а чаще всего людям комфортнее читать вечером. Итак, далее Константин. Дальше мы приступили, собственно, к рекомендации направлений. И для начала решили вспомнить все, что мы знаем по рекомендациям, попробовать максимальное количество различных подходов и алгоритмов, и в итоге выбрать из них какой-то наиболее оптимальный. Ну, начали мы, как водится, с построения матрицы предпочтений. Если с клиентами здесь более-менее все понятно, это те, кто хотя бы раз пользовался сервисом, то с продуктами немножко подумали. То есть была идея, помимо направления рекомендации, туда добавить еще направление, откуда лететь, какие-то другие параметры, когда, по какой цене, дополнительные услуги. Но в итоге мы решили от этого отказаться, поскольку размерность задачи очень быстро разрасталась, и в итоге мы просто не могли сгенерировать достаточно какого-то количества рекомендаций. Решили оставить в качестве описания товара просто направление, куда рекомендовать. Дальше мы тоже рассмотрели несколько вариантов, как можно сделать рейтинги. Ну, самый простой вариант – это нули-единицы. Ноль, если не было полетов по данному управлению, единицы, если хотя бы один перелет был. Пробовали более сложный вариант со взвешиванием. То есть здесь идея была в том, что если летал несколько раз в одно и то же место, то здесь, соответственно, вес тоже должен быть больше. Если клиент, в принципе, часто летает, то здесь все весы должны уменьшиться. Если летал недавно, то же самое. Здесь должен какой-то дополнительный вес. Смотрели по сайту. Если он положил товар в корзину или искал в поиске, то здесь тоже добавляется дополнительный вес. Но в итоге, честно говоря, мы остановились на более простом варианте, поскольку он, в принципе, вполне себе работал, а требовал гораздо меньше усилий для вычисления матрицы. Первый алгоритм, который мы попробовали, это классическая коллаборативная фильтрация. Идея здесь очень простая. Мы попробовали сначала user-based вариант. По каждому клиенту мы ищем группы наиболее похожих на данного клиента. Это пользователей, похожих здесь имеется в терминах предыдущих покупок или интересов. И мы усредняем в рамках этой группы интересы соседних пользователей, получаем какие-то рекомендации. Подход отличный, он вполне рабочий, за исключением одного минуса, он не вычислим на практике, поскольку у нас только для хранения матрицы расстояний требовалось несколько терабайт, но плюс он достаточно долго считался. Поэтому мы решили сделать выбор в пользу другого классического алгоритма, Alternating Squares, который тоже делает коллаборативную фильтрацию, но делает это другим способом, путем разложения матрицы на компактное описание товаров и услуг. Этот метод работал уже гораздо более эффективно, поскольку является итеративным, можно с любой точностью приблизить матрицу предпочтений, что мы и сделали. По каждому клиенту отобрали топ-н наиболее вероятных интересов и использовали их в качестве рекомендаций. Также попробовали item-based вариант, который практически полностью повторяет user-based, за исключением того, что применяется к строкам матрицы, а не к столбцам, простите, матрицы, а не к строкам. То есть мы ищем соседние товары. Формат результата получается примерно таким же, но есть несколько отличий. В частности, матрица расстояния получается намного меньше. Все это считается гораздо быстрее. И следствие этого, что предпочтения остаются гораздо более устойчивыми, просто за счет того, что при расчете корреляции у нас большее количество оценок, по которым мы можем это посчитать. Ну и, соответственно, мы можем эту матрицу реже обновлять, например, не раз в день, а раз в неделю. Ну и еще одно следствие, что рекомендации становятся более консервативными, поскольку меньше вероятность того, что попадется какое-то интересное, новое, неожиданное направление. Мы сравнивали качество модели с бейслайном, оно оказалось выше. Я чуть попозже приведу сравнение алгоритмов. Сейчас скажу, что были также и не совсем удавшиеся попытки. Одна из таких – это алгоритм остативных правил, который мы решили применить. Это классический алгоритм для поиска корреляции в продуктовой корзине. Он не совсем, наверное, подходит в явном виде для рекомендации, но, тем не менее, его можно адаптировать, если мы рассматриваем всю историю полетов клиента как его собственную корзину. Мы рассчитывали, что здесь появятся какие-то интересные закономерности, которые можно потом рекомендовать пользователю. Из минусов – мы всегда рекомендуем только новые направления, что на самом деле не очень хорошо. И второй минус – что мы не всегда можем гарантированно найти требуемое количество рекомендаций. Вероятно, из-за этого алгоритм не очень хорошо работал, и в конечном итоге мы от него решили отказаться. Следующий неудавшийся вариант – это контент-бейс рекомендации. Тоже классический алгоритм, который основан на фильтрации по содержанию объектов, но в нашем случае непонятно, что являлось содержанием. То есть мы попробовали добавить какие-то атрибуты типа населения города или расстояния от города пользователя до данного направления, но, честно говоря, много чего придумать мы не смогли, и, вероятно, из-за этого алгоритм показал не очень хорошее качество. Собственно, как мы все это тестировали? Существует, понятное дело, два основных подхода – это оффлайн-тесты и обе-тестирование. Оффлайн-тесты мы использовали для поиска оптимальных гиперпараметров в рамках каждого отдельного алгоритма. Обе-тестирование мы использовали для сравнения качества алгоритмов между собой. Плюс обе-тестирование еще в том, что мы можем на практике посмотреть, как будут работать алгоритмы. Если сравнить первые модели, которые мы попробовали, то коллаборативная фильтрация оказалась лучше бейзлайна, мы ее оставили, астативные правила и контент-бейзи убрали. Дальше попробовали как-то улучшить это качество и попробовали еще несколько моделей. Классическая модель отклика – это когда мы в клиентской базе отбираем некоторый набор клиентов так, чтобы максимизировать вероятность отклика на рекламное предложение. Здесь мы сделали то же самое. У нас была историческая выборка по рекламным кампаниям. По каждому из предлагавшихся ранее направлений мы создали бинарную модель, проскорили этими моделями клиентскую базу и по каждому клиенту получили набор скоров. Дальше отсортировали по убыванию данного скора и получили по каждому клиенту топ-н направлений, которые ему рекомендовались. Собственно, на картинке примерно показано, как это выглядело. К сожалению, модель тоже не очень хороший результат показала. Я чуть позже приведу график. Дальше нам нужно было предложить какие-то простые метрики. Мы решили сделать две таких евристических модели. Первое – это популярные направления, когда мы рекомендуем просто то, куда чаще всего летают из города пользователя. Да, с учетом сезонности. Ну и понятно, если летают редко, то мы дополняли это какими-то заглушками, например, популярными направлениями из Москвы. И похожая модель, но здесь мы рекомендовали популярные направления уже не отталкиваясь от города пользователя, а от того, куда сам пользователь ранее летал. Например, если у него есть какое-то доминирующее направление, имеет смысл его предложить повторно. Ну и то же самое, если направлений мало, мы дополняем, например, популярными направлениями из его города. Про модель DSSM Артем расскажите. Итак, мы, конечно, не могли обойти вниманием модели рекомендательных систем на основе нейронных сетей. И наш выбор пал на хорошо зарекомендовавших себя моделей, архитектуру Deep Semantic Similarity Model. По сути, она сводится к тренировке двух нейронных сетей. Одна нейронная сеть тренируется на людях, другая нейронная сеть тренируется на направлениях. На финальном этапе векторы из этих сетей перемножаются скалярно, находится их косинусное расстояние. И по косинусному расстоянию между различными направлениями можно отранжировать выдачу. Преимущество такого подхода заключается в следующем. С его помощью можно очень быстро проскорить всю выборку и заполнить матрицу предпочтений. Нам для этого достаточно с помощью одной нейронной сети проскорить всех людей, с помощью другой нейронной сети проскорить всех направления. А найти косинусное расстояние между этими векторами мы можем сами быстро и эффективно с помощью матричных операций. Кроме того, эти вектора на выходе из этих нейронных сетей можно использовать в качестве признаков для других моделей. И это может помогать. Итак, Константин. Спасибо. И дальше мы в конце попробовали еще одну сделать модель, предиктивную модель. Мы ее здесь назвали. Это просто некая классификация. Мы пытаемся определить, куда клиент полетит в следующий раз или поедет. То есть мы брали историю предыдущих поездок и пытались решать задачу мультиклассификации с большим количеством классов. В принципе, точность получилась здесь хорошая. Там примерно 70%, что на самом деле офигенно с учетом количества классов. Но здесь надо понимать, что во многом это объясняется просто тем, что часто летают повторно. Например, если человек два раза летал в Питер, то в третий раз он с наибольшей вероятностью полетит тоже в Питер. Тем не менее, модель показала очень хороший результат. И если мы посмотрим на слайд со сравнением всего того, что мы пробовали, на самом деле показала наилучший результат. В принципе, все модели работали лучше бейзлайна, кроме модели отклика. Надо отметить, что евристические метрики работали тоже достаточно хорошо и вполне сравнимо с остальными алгоритмами. Ну и предиктивная модель показала себя с наилучшей стороны. Если посмотреть тот же график в разбивке по двум типам клиентов, мы их условно назвали консерваторы и путешественники. Но консерваторы – это те, у кого меньше трех направлений различных поездок. путешественники, соответственно, те, кто летает часто, у кого больше трех. Здесь видно, что конверсия, понятное дело, в несколько раз выше для тех, кто летает часто. Тем не менее, для консерваторов здесь, хоть и плохо видно, но тоже есть определенные отличия. Но в целом можно сделать вывод, что лучше рекомендации действуют на активно летающих путешественников. Несколько слов быстро скажу про архитектуру решения. Собственно, для подготовки данных мы использовали Spark. У нас был ходубный кластер. Для моделирования мы использовали библиотеку Spark.ml. Для подготовки модели DSSM использовали TensorFlow. У нас это все работало в регламентном режиме путем ежедневного обновления. Дальше мы это все отправляли в канал e-mail-рассылок. По кластеру, если интересно, у нас было пять машин, примерно 700 гигов рама. Плюс был выделенный аналитический сервер, тоже с большим количеством памяти, которую мы использовали для создания каких-то пилотных моделей, для того, чтобы попробовать разные варианты, для того, чтобы потом перенести в прод. Ну и, наверное, сделаем несколько выводов по результатам доклада. Нужно отметить честно, что евристики работают хорошо. А если евристики сформированы на основании знания предметной области, и они сделаны человеком, который погружен в тему, то они вполне могут конкурировать с простыми рекомендательными системами. И это здорово. То есть можно не тратиться на сложные рекомендательные системы, если вам нужен быстрый результат, используйте евристики. Другой вывод — это в этой задаче, несмотря на ее специфику, тоже можно разделить людей на лояльных, нелояльных, и далеко не всем людям нужны рекомендации. Рекомендации нужны тем людям, которые летают тем, кому эти рекомендации пойдут впрок. Если человек имеет бабушку в определенном городе, и ему советовать слетать в соседний город, он вряд ли слетает в соседний город, чисто из любопытства. У него есть привязка к родственникам. И это накладывает очень большую особенность в этой задаче, что, тем не менее, будоражит воображение, и хочется придумывать все новые и новые варианты, как бы можно было улучшить конверсию, как бы можно было помочь людям купить билет вовремя, и для них выгодно. То есть задача хоть и нетипичная, но тем не менее решаемая. Итак, спасибо за внимание. Ну вот, уже вижу руки. Давайте. Привет. Немножко сложно представить юзкейс, даже вот для этих трех людей, путешественник, по работе или к родственникам. Если я сижу дома, ну и периодически куда-то летаю, то как мне поможет пришедший e-mail все равно купить письмо, если я, ну, как не планировал. Я знаю, когда я лечу, если мне придет письмо сегодня, я все равно не полечу завтра. Ну, как минимум, он вам напомнит о возможности это сделать. Вы лишний раз задумаетесь, и, возможно, если вы планировали сделать это раньше, но у вас не было конкретных каких-то планов, когда это сделать, вас это мотивирует купить еще раз. Мне кажется, меня бы это мотивировало, если бы мне пришел бы такой пуш, и, допустим, скидка 5%, если я куплю ваш какой-то, ну, как вы выбрали день. Да, вот как раз про это я говорил, что возникают хорошие идеи, как бы можно было мотивировать людей. И скидки, на самом деле, не самый лучший мотиватор. Одним из хороших мотиваторов может быть подходящее время. Вы давно, например, не летали к своей бабушке, и тут мы вам напомнили про то, что у вас есть бабушка, почему бы к ней не слетать, тем более сейчас лето. И этот подход работает даже на консерваторах, которые летают в определенные направления и не любят пробовать что-то новое. Понял, спасибо. Да. Привет. Спасибо за доклад. Хотел спросить, вы показывали графики с конверсией, но там не было чисел. Какая она была и насколько она увеличилась? Знаете, Людвиг Вигенштейн в логико-философском трактате сказал следующее. То, чего нельзя сказать, следует обойти молчанием. Он, конечно, не подразумевал подписанной НДА, но в нашем случае этот совет как нельзя лучше подходит. Ну, хотя бы в процентах там. Вот в том-то и дело. В смысле, на сколько процентов она увеличилась? Я... Не, ну пропорции соблюдены, как бы здесь хотелось бы. Да, пропорции соблюдены, конечно. Окей, еще один такой небольшой технический вопрос. Как узнать время, через которое пользователь прочитал письмо из рассылки? Это трекает с сервисом, который производит рассылку. Все рассылки, которые вы получаете, они трекают и когда вы их открыли, когда вы их получили, и даже что вы на них кликнули. Там, в числе, я дал от них, то он как раз открывает, что его... Окей, спасибо. Добрый день, спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Вот вы делаете для клиента этот проект, естественно, данные берете от клиента. Берете ли вы со стороны какие-то данные по клиенту для улучшения рекомендаций и так далее? В данной задаче нет. Используем только данные клиента. Но этот вариант рассматривался. Спасибо. Хорошо, спасибо. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Хотел бы два вопроса спросить. Первый, про оптимизацию времени отправки. у вас был момент... Ну, алгоритм начать, который просто по другому времени, да? Потом вы взяли 24 часа, отрезали и подстроили новую инстаграмму, да? Сейчас. У нас... Мы не пользовались стандартным, через статистику подходом. Мы решили поисследовать, можем ли мы предложить что-то лучше. И в данном случае мы действительно отрезали только те открытия, которые были спустя 24 часа. И, так сказать, работали уже в рамках этих окон. То есть у нас там... Человек открывал в нескольких окон, мы из них берем случайное. Понятно, что если он какое-то окно чаще выбирает, то мы с большей вероятностью выбираем это случайное окно. Да, я... Спасибо, да. А вопрос там... Там нет сравнения даже, насколько принесло конверсию от тестирования? Да, мы еще не произвели сравнение этого механизма, потому что есть технические сложности, чтобы его внедрить в жизнь. Как я сказал, это нужно внедрить и не только рассчитать на нашей стороне, но и нужно, чтобы сервис позволил человеку в персональное время отправить письмо. Это сейчас в процессе доработки вот на той стороне. Спасибо. И второй вопрос про DSSM. Вы рассказали про архитектуру, тоже две параллельные сети, и считается косинус по двум рейтингам, да? А можно немножко рассказать про лосс, который вы используете для обучения? Байнари и кросс-энтропилоз. Стандарт? Да, 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 да. Мы взяли... А там много негативных сэмплов же у вас. Для каждой пары у вас будет очень много негативных пар. Вы как-то выбирали часть из них или все? На самом деле, да, это правильный вопрос, потому что получается слишком много негатива. Мы выбирали некоторые... Ну, с некоторым ограничением, да, на то, как сэмплировать вот негативные случаи. Это действительно так. То есть тут нельзя просто так взять случайно. Нужно из какого-то распределения его брать. Мы находили распределение и из параметров распределения сэмплировали соответствующими параметрами. Какое распределение и параметры как убираются? Лучше всего, по-моему, лог нормальное распределение подходит. Понял, спасибо. Да. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили про нейронные сети, обучение на направлениях и на клиентах. А на направлениях это... Что имеется в виду? Какой там таргет? Таргет был как раз на этапе выхода из сети, когда берется косинусное расстояние между векторами. То есть таргет получался именно на связи направления и клиента. Но точно так же это можно рассматривать в контексте продукта и клиента, или документа и запроса. Так хорошо, а тогда на вход что подается? На вход. Одной сети на вход подаются эмбеддинги клиента, другой сети на вход подаются эмбеддинги направления. Так. И то есть у второй сети только эмбеддинги направления? Да. И она... У нее какой таргет? Вот именно у второй сети? У нее нет отдельного таргета, у них таргет на последнем финальном слое. Ну что на выходе получается у второй нейронной сети? Вектор. А, это именно обучение эмбеддингов? По сути, да. А, все, понял. И покажите, пожалуйста, еще слайд про общую архитектуру. Ну, собственно, вопрос в том, что там, конечно, есть всякие ансамбли и так далее, да? Просто как-то не упоминалось. Да, мы специально не заостряли на этом внимание. Понятно, спасибо. Мы как бы шли от простого к сложному и хотели показать, как мы эволюционировали в этом вопросе. Добрый день, спасибо большое за доклад. У меня вопрос по поводу рассылки. То есть у вас к каждому пользователю в разное время приходит рассылка или единовременно по усредненным данным? Нет, конечно, мы сейчас говорим каждому пользователю, в какое время лучше всего ему направить рассылку. Притом учитывается в том числе и временные пояса. И еще такой вопрос. Как часто вы собираете данные для анализа? То есть не может получиться такой ситуации, что условно я сегодня получаю рассылку, данные обновляются, и то есть на следующий день уже лучше в этот день отправить рассылку, и я опять получаю рассылку, то есть два дня подряд. К сожалению, эти привычки не так сильно меняются у людей. То есть мы специально фокусируемся на будних днях, и как человек привык в будний день действовать, у него общая тенденция наблюдается на протяжении примерно года. Хорошо, спасибо большое. Спасибо за доклад. Два вопроса. Первый. А как вы именно фиксируете факт прочтения рассылки? Это не мы фиксируем, это фиксирует как раз сервис, который занимается рассылкой. Он рассылает письмо, в письме находится типа трекинг пикселя, который фиксирует и то, что вы его открыли, и то, что вы где-нибудь там кликнули, и то, что вы, например, повторно его открыли. И эта вся информация складируется, и ее можно использовать. И пожалуйста. Окей, вы получили вот пики. А есть статистика, когда это пользователь условно надоест? Либо вы три раза в день ему это прислали в эти пики, либо через пики. Как вы выбираете? Конечно, есть политика контактов, чтобы не за спами человека. И у нас, вообще, наша схема такая, что мы посылаем письмо и ждем две недели, чтобы человек среагировал на него. То есть оно одно, да, просто как-то? Оно одно, но выбирается оптимальным для человека временем. Спасибо. Добрый день, спасибо за доклад. Такой вопрос. Тут очень большое внимание привлекло открытие письма, но на самом деле KPI же не в прочтении, а в покупке билета. И был классный график про то, как быстро пользователь открывает письмо, но не было графика про то, как быстро он купит билет после отправки. Кажется, что ключевое именно там. На самом деле, действительно, билеты покупают в тот же день, наверное, меньше 5% людей, грубо если оценивать. И необходимо накапливать время на то, чтобы человек купил билет. Более того, мы делали оценки на то время, которое нужно человеку, чтобы среагировать. И оказывается, даже двух недель нередко бывает недостаточно. То есть мы зачитываем на свой счет, то, что мы повлияли на человека, если он в течение двух недель сделал покупку, но он мог сделать ее и через три недели. И, в принципе, тоже под влиянием нашей рассылки. Еще тогда такой вопрос. Если период долгий, в письме рекомендуется именно направление или там направление плюс цена условно или конкретный рейс? В письме рекомендуется 6 направлений. Ну, просто в каком они виде? То есть как бы там билеты Москва-Барселона 30 сентября от 5 тысяч рублей или просто слетайте-ка в Барселону, пожалуйста? Нет, там цена, то есть некая агрегированная цена, средняя за период. Период там берет, соответственно, следующие несколько недель. Также несколько направлений, по каждому направлению, чтобы можно было ориентироваться, примерно цена. Ну, просто получается так, что условно есть направления, в которых дешевая цена, но как бы нужно билеты покупать сильно заранее, чтобы она получилась дешевая, а как бы имейл – это штука, к сожалению, статическая. И когда высылается письмо, период, ну, как бы пользователь, конечно, прочитал, что тот же день классно, но вернуться к нему и купить билеты, попав на сайт по этому письму, окажется, что таких билетов уже нет. Ну, такой риск, естественно, всегда есть. Здесь как раз задача заключается в том, чтобы выбрать правильный период для того, чтобы потом можно было оценивать, является ли данная покупка откликом или нет. В принципе, если в течение двух недель это делать, то вероятность не очень большая, что там цена кардинально изменится. На самом деле, можно я попробую ответить на вас вопрос еще тоже. Вы правы касательно того, что в индустрии есть даже конкретная потребность в том, чтобы письмо рендерилось не на этапе отправки, а на этапе его открытия. И в этом есть даже технические продвижения, и существует даже минимум два решения, которые позволяют это сделать, но они требуют интеграции и не такие простые. То есть в этом направлении мы тоже думаем. Но просто это на самом деле вопрос еще к тому, как правильно подбирать рекомендации, может быть, давать меньший вес тем направлениям, которые могут как иссякнуть, закончиться билеты к тому времени, когда пользователь все-таки придет покупать. Да, да, да. Вот опять же появляется тот эффект, о котором я говорил. Воображение будоражит эта задача, и хочется искать новые и новые решения для него. Спасибо. Коллеги, на прошлом времени уже выходит. Я предлагаю закончить с вопросами. Сейчас можете их задать, потому что сейчас будет уже окончание. Ребята, с вас два самых лучших вопроса, на ваш взгляд. Давай, Кость, ты один. Так, может, ты выберешь? Девушку я выбрал. Да, девушке. И был еще первый вопрос, я забыл, какой самый первый. Это как с именными рядами. Знаете, всегда поминается только последнее значение. Да, 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 забывание происходит. Хорошо, спасибо. Давайте поблагодарим докладчиков. Спасибо.